Гетмовис Фиксики, большой-большой секрет А кто такие фиксики, большой-большой секрет А кто такие фиксики, большой-большой секрет Волшебная палочка О, Дим Димыч, ты как здесь оказался? Очень просто, мне волшебную палочку подарили, вот Класс, какая еще волшебная палочка, я не верю Ну и зря, она любые желания исполняет Смотри, не хочу сегодня идти в школу Стоп, тыщ, ты тыщ Дим Димыч Только что звонила учительница, говорит, что твоя школа куда-то исчезла Странно Значит, я в школу не иду? Ну да, вместо школы пойдем в зоопарк Ура! Вот это настоящее чудо! Чудес не бывает, бывают иллюзии А что такое иллюзия? Это когда мы видим совсем не то, что есть на самом деле Вы видели, как фокусник достает кролика из пустой шляпы? Думаете, это волшебство? Нет! Это просто иллюзия! На самом деле кролик спрятан в столике, на который фокусник кладет свою шляпу А в донышке шляпы есть потайная дверца Фокусник просовывает в нее руку, хватает кролика за уши и оле-оп! У каждого фокуса есть свой секрет У каждой иллюзии объяснение А эта палочка все равно волшебная Хотите, я вам сейчас тоже кролика достану? Сто! Тыщ! Тыдыщ! Ой, не получилось Ну и кролик Сейчас, еще раз Сто! Тыщ! Тыдыщ! Сто! Тыщ! Тыдыщ! Дим, Димыч, может хватит? Нам одной кусачки хватало А теперь их три Эй! Эй! Сто! Димыч, даже своим крыльцам Чтобы так круто не ларить Ой, ай! Эй! Набросились на маленьких Сейчас я вас побольше сделаю Стоп, тыщ, 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 ай! Что, испугались? Что-то успел их за маленькими гоняться! Я большой! Я большой, как Дим Димыч! Я большой! Ой, Нолик, осторожно! Как вы такие большие живёте? Неудобно же! А я думал, это вам, маленьким, неудобно. Дим Димыч, ты готов? Ой, а почему у нас три собаки? А это кто? Нет! Ты чего кричишь? Мне приснилось, что у меня волшебная палочка! И я вас случайно большими сделал! А мама увидела! Ужас! Я бы тоже закричал! Вот бы мне настоящую волшебную палочку! Мы, фиксики, не верим в волшебников, но верим в людей! Ведь люди часто творят настоящие чудеса! Когда-то полёты в небе были несбыточной мечтой! А сейчас любой человек может взлететь в небо на самолёте! Раньше думали, что на Луну можно попасть только благодаря волшебству! Но космонавты побывали уже и на Луне! В сказках люди виделись и говорили друг с другом с помощью волшебного зеркала! А теперь для этого есть интернет и телефон! Холодильник, телевизор, автомобиль, компьютер! Многие вещи, созданные человеком, умеют делать то, что раньше сам же человек считал сказочным чудом! Зачем тебе волшебная палочка? Можно было бы в школу не идти! Дим Димыч, поторопись! Мы сегодня идём в зоопарк! А в школу не идём? Хм, смешно! Может, я ещё сплю? Нет, просто сегодня воскресенье! Вот и всё волшебство! Ничего не понимаю! Только что работала! Привет, Дим Димыч! Синька, Нолик, тут у меня... Играть даже не предлагай! Мы заняты! Чем же это? А нас сегодня оставили за старших! Даже в помогатор доверили! А Папус и Майси ушли в гости к соседским фиксикам! Папус когда-то работал с ними на космодроме! С детства Папус мечтал полететь в космос! В ракетах ведь тоже нужны фиксики! Он даже устроился на работу в Центр подготовки космонавтов! Там Папус следил за исправностью центрифуги! Это такая очень быстрая карусель, на которой тренирует космонавтов! Папус на ней тоже тренировался! К сожалению, в тот день, когда люди полетели в космос, у Папуса был выходной! И ракета улетела без него! С тех пор Папус терпеть не может выходные! А ещё он мечтает починить что-нибудь похожее на центрифугу! Например, стиральную машину! Но она, как назло, всё никак не ломается! Значит, сегодня вы всё чините? Ну да! Тогда радуйтесь! У меня машинка не ездит! Ура! Есть работа! Нолик по машинам! Так, и что же тут сломалось? Погоди! Вот! Деталька сгорела! Закоптилась-то как! Где бы взять такую же только чистую? Чистую? Ах! Нолик, ты гений! Точно такая же деталька есть в посудомойке! Бежим! Интересно! А как эти детальки между собой соединяются? С помощью этой штуки, которая называется печатная плата! Делается плата так! Сначала на неё наносят тонкий слой металла, потом на этом металле намечают или печатают дорожки. После этого лишний металл смывают специальным циническим раствором. А металлические дорожки, которые остаются на плате, используют вместо проводков, чтобы соединять детали между собой. Остается только припаять к дорожкам детали в нужных местах. Тащи! Тыдыщ! 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 Ура! Поехала! Тыдыщ! Я запускаю посудомойку! У тебя в комнате грязной посуды нет? Нет! Тормози! Чего тормози? Маму тормози! Мы же детальку из посудомойки взяли! Мам! Погоди! Не запускай! У меня тут... Тут... У меня тут грязный стакан! Нолик, за мной! Там в телевизоре такая же деталь есть! Теперь посудомойку! Еле успели! Мы деталь из телевизора в гостиной вытащили! Как? Из телевизора? Там сейчас в маме сериал начнется! А-а-а! Телевизор работает! А где детальку взяли? В компьютере твоего папы! Всем привет! Я дома! Привет! Ужинать будешь? Позже! Надо срочно на компьютере поработать! Симка! Бежим! Где еще такая же деталька есть? Стоп! Хватит бегать! Вот! Забирайте отсюда! Дальше мы вставили детальку в компьютер, и он снова заработал! Да вы и начудили! Запомните, мастера, никогда не чините один прибор за счет другого! Понятно! Понятно! А детальку надо было взять в плодовке, в старом радио! Папус, но оно же не будет работать! Оно сто лет как не работает! Мы с Вася оттуда уже половину детали вытащили! Некробы! Ура! Обед! Дим Димыч! Ты куда с грязным мечом? Знаешь, сколько на нем микробов? Иди, мои руки! Во! Я помыл! На! Это тебе! Так-так! Иди снова, мои руки! Что, на кусачке тоже микробы? Конечно! А ну, а ну отдай! Опять? Привет! Привет, Дим Димыч! Ты чего такой сердитый? Руки пришлось целых пять раз мыть! Микробы, микробы, микробы! Микробы, микробы! Может, их вообще и нет? Есть! Просто они такие малюсенькие, что без микроскопа не разглядишь! Дим Димыч, у твоего папы в кабинете есть микроскоп! Давайте посмотрим на микробов! Микробы очень-очень маленькие существа! Поэтому мы их не видим! Но живут они повсюду! В земле, в воде, в воздухе, на всех предметах и даже на нас с вами! Некоторые из них умеют передвигаться с помощью жгутиков или хвостиков! Многие микробы безвредны! Но есть и опасные микробы! Если они через нос или рот попадают в человека, то у него может заболеть горло или живот! Открути еще чуток! Стоп! А теперь смотри! Ах! Ужас! Дай! Дай мне посмотреть! Ой, какие страшные! И что? У меня на руках тоже такие микробы живут! А так же! Я же мыл руки! Семь раз! С мылом! Ну, без мыла! Без мыла от микробов не избавиться! А какое мыло лучше? Оба! И то, и то антибактериальное! То есть против бактерий! А против микробов они помогают? Конечно! Бактерии это те же микробы! Только называются по-другому! Мой! Девимый, капни мне жидкого мыла! Я тоже хочу руки помыть! Молодцы! Так и продолжайте! Ура! Мы чистые! Пошли пазл собирать! Пошли! Ой! На нем же микробы! И на мече тоже! Что же делать? Давай помоем с мылом всю комнату! Давай! Давай! Девушки отдыхают В том числе тех, что могут вызвать болезнь Но микробы не страшны, если соблюдать простые правила Есть только мытые фрукты и овощи Поддерживать в доме чистоту и тщательно мыть руки с мылом Желательно с антибактериальным И каждый день антибактериальное мыло защищает несколько часов после смывания Оно не только очищает руки, но и не дает микробам размножаться Среди микробов есть и полезные Одни бактерии помогают делать из молока кефир и творог Другие используются для очистки воды Даже внутри человека живет много полезных бактерий Они помогают переваривать пищу Нолик, как ты думаешь, на самом мыле есть микробы? Не знаю Давай на всякий случай его помоем Эй, вы что делаете-то? С мылом моем С мылом? Чтобы на нем микробов не было Ну, вы даете Мальчики, избавиться от всех микробов невозможно И не нужно Нужно правильно защищаться от вредных Бактерий Ноль Дим Дима, давай-ка я у тебя Помою А я уже все вымыл Какой молодец! Стол аж блестит А тут-то как чисто стало Молодец Ты чего? Ничего Ты не заболел? Нет Дим Димыч, ты, конечно, молодец Но не надо все доводить до абсурда Ты понял? Понял А ты? А что я? Понял, что мылом нужно мыть не вещи, а руки Понял? Эх вы! Борцы с микробами! Команда Первый период подходит к концу Команда Дим Димыча идет к банной Да, чувствуется разница в классе Света, спасуй! Света, сюда! Гол! Три-ноль! Звучит сирена Мы уходим на перерыв Как нечестно! Их шестеро, а нас только двое Можете хоть весь ваш класс позвать Я все равно выиграю Ты уверен? Я все равно Ну, Дим Димыч, сам напросился Дети фиксиков, как и человеческие дети Учатся в школах Но школы у фиксиков необычные В каждом классе не больше десяти учеников Вот в Симкином классе их всего шесть И класс не сидит на одном месте Сегодня урок проходит в холодильнике Завтра в компьютере Послезавтра в пылесосе Так фиксики знакомятся с разными приборами И учатся ухаживать за ними А главное, фиксики учатся работать в команде И помогать друг другу Сильным и слабым, старшим и младшим Это очень важно для фиксиков Ведь машины и приборы такие большие А фиксики такие маленькие Без взаимовыручки им не обойтись Второй период команда нашего класса Начинает в полном составе Ого! На льду Мотор нашего класса Фаер! Фаер! Готов! Мозг нашего класса Игрек! А какой у нас все? Душа нашего класса Шпуля! А можно я на воротах, а? Лицо нашего класса Ферта! И лицо, и фигура тоже Сдаешься, Дим Димыч? Сами сдавайтесь Мой! Я рассчитываю утром Ой! Постой! Не спи! Будете на меня кричать Вообще играть не стану Ну и команда у вас Шесть-ноль! Это разгром! Перерыв! Нас ждет третий период Чего-то нам не хватает Я знаю чего Уверенности Расчета Красоты Скорости Нам не хватает Команды Симка права Нужно помогать друг другу Тогда вот что Ясно! Атака скрежет разворот Замена на ходу И штайба в поисках ворот Безумствует на льду Один за всех Вперед Ура! Давай покажем класс Хоккей Командная игра Хоккей Игра для нас Наша игра Наша игра Какая наша игра? 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 Ура! Ну что, Дин Димыч? Наша взяла! И как это я так проиграл? Потому что ты один, а мы команда Три-тыщ! Наша игра! Семь! Нолик, ты где? Я тут! Хочешь фокус покажу? Ай! Ой! Классный фокус! Долго тренировался? Хе-хе-хе-хе! Да не этот фокус, а фокус с гелием! С каким гелем? Ну гелий, это такой легкий газ, которым шарики надувают, чтоб летали! Тоже мне фокус! Я сто раз видел, как шарики летают! Да не про это фокус, мне нужен гелий и шарик! Как же его достать-то? Я знаю как, только нужен фен! Для чего? Для фокуса! Ладно! Мам! Можно я фен возьму на минуточку? Да! Без гелем! Фен придумали, чтобы сушить волосы! Внутри фена спрятан вентилятор, который выдувает наружу струю воздуха! Воздух треплет волосы и сушит их! А еще внутри фена есть электрическая спираль, которая нагревает выходящий наружу воздух. Это тоже, чтобы волосы лучше сохли. Конечно, подогрев можно и не включать. Тогда фен будет дуть холодным воздухом. Волик. Здесь я. Вот фен. Давай свой фокус. Сейчас. Включи фен. И положи этот шарик сверху на струю воздуха. Здорово! Не падает! А теперь полечу я. Ой! Ну да. Подлечу к потолку, схвачу нитку и стащу шар вниз. Я готов! Давай в мощности! Есть! Тяни шарик вниз. Не получается! Это, наверное, потому что ты слишком маленький и легкий. И что? Будем ждать, пока я вырасту и потяжелею? Не знаю. Нет, я так не согласен. Зови Симку. Симка, выходи! Ну что тут у вас? Вот. Здрасте! И как ты там оказался? Я Дим Димычу фокус с феном показывал. Смешной фокус. Ха-ха-ха! А давай я тебя феном к нолику подниму. Чтобы нам вдвоем там болтаться. Спасибо. Не надо. А что надо? Швабру надо. Ты что, знаешь фокус со шваброй? Ага. Давай быстрей. Люди – существа хитроумные. Иногда обычным прибором они находят необычное применение. Вот, к примеру, фен. Им можно сушить не только волосы, но и мокрые пятна на одежде. А еще с помощью фена можно отклеивать липкие ценники. Скажем, купили бы новую кружку, а на ней такая противная наклейка, ничем не одерешь. Попробуйте погреть ее феном. Клей подсохнет и наклейка отлипнет. Короче, фен – очень полезная в хозяйстве вещь. Только будьте с ним предельно осторожны. Особенно в ванной. Если в этот электрический прибор попадет вода, вы рискуете получить страшный удар соком. А фен так и вообще сгорит. Твич! Тек, тяни! Ура! Идем на посадку! Эх, Дим Димыч! Знаешь, как классно летать в струе воздуха! Зато я могу говорить, как фиксик. Ты? Я. Ха! Осмотри! Эй, ты что делаешь? Хочу вдохнуть немного гели. А это не вредно? Чуть-чуть можно. Привет, ребята! Ой, Дим Димыч там фиксиком. Я же обещала фокус. Смешно? Ой, не могу! Какой у тебя волонка склявый! Все, я уже не фиксик. Гелий всего на несколько секунд голос меняет. Ну и хорошо! А то такой огромный фиксик, ни в один прибор не влез бы. Хм, не идут. Попробуй наоборот вставить. А вы инструкцию читали? Инструкции? Это для отчаянников. Без инструкции обойдемся. Ну-ну. Что ж такое? Ой! Моя батарейка! Инструкции дают нам полезные советы. Инструкция к шкафу советует, как его правильно собрать. Из инструкции к телевизору можно узнать, как настраиваются программы. На коробке с кашей написано, как ее нужно варить. А к лекарству прилагается инструкция, в каких случаях и каким способом его следует принимать. Читайте инструкции, и вы избежите многих неприятностей. Нашел! Вот она! Вот тебе, Дим Димыч. Ого! Новый стул. Только его еще надо собрать. Боюсь, сам ты не справишься. Почему это? Еще как справлюсь! Соберешь до обеда. С меня мороженое. Эскимо. Два. Сперва собери. Дим Димыч, а можно я тоже буду стул собирать? Можно. Сначала инструкцию почитайте. Ну-ка, Симка, зануда. Что я? Стуль их не видел. Соберем без твоей инструкции. Соберем без твоей инструкции. Ну что, Дим Димыч, собрал? Мама говорит, обед готов. Еще... Еще две минуты. Симка, помоги! Сим! Скажи, что там в инструкции написано? А, про инструкцию вспомню. Ладно, помогу. Значит так. Бери эту деталь и вон ту. А ты, Мальк, таси винт. Да не, не этот, подлиннее. Первые табуреты и скамейки появились еще в Древнем Египте. Табурет фараона был особым, со спинкой. Считается, что именно трон фараона стал первым стулом. Долгое время стул был предметом роскоши. Богатые вельможи даже в гости ходили с собственными стульями. И чем важнее был господин, тем выше была спинка его стула. Только в девятнадцатом веке стул пришел в каждый дом. Каких только стульев не делают в наши дни. И из дерева, и из пластика, и из металла, и на ножках, и на колесиках, и складные, и детские. И еще всякие самые разные. Ну, как бы люди сидели за столом без стульев. Ух, кажется, успели. Докручивай быстрее. Нолик, нужен еще винт. О, больше нет. Ищи давай. Я уж все обыскал. Дим, Димыч, я иду. Нолик, выручай. Как? Стань винтиком. На минутку. Ну, я с Инойкой на минутку. Готово. Собрал. Ну, молодец. Мам, я выиграл мороженое. Представляешь, сам собрал стул. Умница. Вот, посиди. Фух. Так. Ты не вкрутил один винт. Да я вкрутил. Он просто... Это... Что просто? Да вот же он. Теперь не вывинтится. А мороженое ты проспорил. Ну что, мастер-ло-мастер, обедать? Да, я сейчас. Где этот Нолик? Сбежал. Предатель. И вовсе нет. Ты его просил побыть винтиком всего минутку. Минутка прошла. И где он теперь? Вон. Изучает инструкцию к часам. Слышь, Димыч, мы, оказывается, в часы не ту батарейку засовывали. Тут нужна фо какая. Я же говорила. Не хочешь быть чайником? Читай инструкции. Ночник. Я чувствую, они рядом. Помогите! 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 Все, хватит монстров. Разве можно такое на ночь смотреть? Мама, да мне не страшно. Можно мне еще чуть-чуть? Никаких чуть-чуть. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Кто здесь? Я чувствую, они рядом. Ты посмотри. Спит, а свет не выключил. Ну и что? Как что? Это если каждый будет спать при свете, на всех электричество не напасешься. Наверное, каждому вспомнится такой случай. Лампочка горит, а в комнате никого нет. Или телевизор работает, а его никто не смотрит. Кажется, что за беда. Но представьте себе, сколько на Земле живет людей. И если каждый забудет выключить лампочку или телевизор, то пропадет столько электроэнергии, сколько дают 100 мощных электростанций. А для каждой электростанции нужны вагоны угля и потоки нефти. И это топливо нужно все время добывать и сжигать. Видите, как дорого отходится одна горящая лампочка? Так что не забывайте выключать электроприборы, которыми не пользуетесь. Это так просто. Кто выключил свет? Я чувствую, они рядом. Они рядом. Они рядом. Ой, что это с ним? Похоже, в хоккей переиграл. У него, наверное, и коньки под подушкой. А электроэнергию все равно нужно экономить. Монстры! Ты что это клюшкой машешь? Вы же не шайбы. Нолик, Зимка, это вы. А ты думал, кто? Монстры. Ха, ну Зимка еще на них смахивает. Но я-то совсем не похожа. Дим Димыч, а ты чего с включенным светом спишь? Я перед сном ужастики смотрел про монстров. Теперь без света спать боюсь. А зачем ты их смотрел, эти ужастики? Так, побояться хотел. Классно боишься. Тишин, соседи разбудите. А мне как теперь заснуть? Придумала. Тебе нужен ночник. Ночник. Это светильник, который зажигают на ночь. Чтобы спать было не страшно. Ночник светит не ярко. В нем обычно стоит специальная лампочка, которая потребляет очень-очень мало электричества. Такие лампочки называют энергосберегающими. Фух, Юля выговорила. А еще бывают ночники, в которых настолько слабая лампочка, что они работают даже от басарейки. Но у нас нет ночника. Эх, что бы ты без меня делал? Сегодня ночью я буду твоим ночником. О, смотри, туда абажур есть. Спасибо тебе, Нолик. Ты настоящий друг. Да ладно, чего там? Нолик, расскажи мне что-нибудь. Может, про мясорубку? Не-не-не, не надо. Лучше расскажи что-нибудь про добрых фиксиков. А, ну слушай. Давным-давно наш дедус работал в старинных часах. И нужно ему было починить одну маленькую деталь. Ну, не совсем маленькую. Да и не деталь, в общем-то. Железная дорога. Ту-ду, ту-ду. И тут на Землю неожиданно попадает инопланетный корабль. Да-да-да. Если подмога успеет вовремя, мы спасены. Быстрее, быстрее. Раскружаемся. Быстрее. Еримыч. Мы пришли играть. О, вы будете инопланетянами. Какими еще инопланетянами? Обыкновенными, которые прилетели захватить Землю и все здесь разрушить. Не хотим мы ничего разрушать. Мы лучше будем машинистами поезда. Машинистами? Да вы ничего в железных дорогах не понимаете. Это мы-то не понимаем. Люди очень давно придумали рельсы. Но сначала они были деревянными. Только в конце 18 века начали делать рельсы из металла. На первых железных дорогах локомотивов не было. А вагоны прицепляли к лошадям. Потом на смену лошадям пришли паровозы. В их топках сжигались трава и уголь. В котлах кипела вода, а фар вращал колеса. Тут уж без фиксиков не обошлось. Ведь кому-то нужно было следить за паровыми машинами. Паровозы теперь ушли в прошлое. Зато появились электропоезда, которые мчатся по железной дороге почти со скоростью самолета. Все равно вы будете инопланетянами. Железная дорога моя. Значит, играем по моим правилам. Разгрузка закончена. Поезд отправляется. Ту-ду! Вот сам и играй, Чук-Чук. И буду. Эй, почему стоим? И так не едет. Ни туда, ни сюда. Симка! Нолик! Вы где? Обиделись, что ли? Мам, а папа скоро придет? Нет, а что случилось? На нас напали инопланетяне. Надо срочно починить поезд. Иначе мы все погибнем. А, угу. Компот будешь? Эх, компот тут не поможет. Симка, Нолик, я же знаю, что вы здесь. Простите меня, если я вас обидел. Ну, пожалуйста. Никто, кроме вас, не спасет Землю от инопланетян. Ладно, опять уговорил. Так, проверим рельсы. Нолик за мной. А я быстрее. Вот тебе и быстрее. Зато я нашел разрыв. Дим Димыч, тут рельсы разошлись. Вижу. И что? А то. Поэтому поезд не едет. Твоя железная дорога работает на электричестве. Но в электровозе, который тащит вагончики, нет батареи. Электроэнергия к нему поступает через рельсы. То есть каждый рельс – это еще и провод, по которому течет ток. Если рельсы разошлись, то электрический ток по ним течь не может. А без тока двигатель электровоза работать не будет. Соедини рельсы, и поезд пойдет. Так, так. Хоп. Ура! Есть контакт! Ну что, теперь давайте играть? А по каким правилам? А по каким захотите? Поезд мчится вперед! Его ведет множеист Нолик. Неожиданно появляется инопланетный корабль! Приветствую вас, земляне! Я прилетела из другой галактики! Чтобы все здесь разрушить? Нет, чтобы все здесь починить! Конструктор Дим Димыч! А? Ты что в темноте сидишь? Так лучше видно! Смотрите! Ух ты! Ух ты! Красивый замок! Как из сказки! Нет, он из конструктора! Я его сам собрал! Ва! О! А давайте в рыцарей поиграем! И в злого дракона! Который заточил красавицу-принцессу в этот замок! Что же я, принцесса? Туда! А где же рыцарь, который спасет меня от дракона? Я тут! Я спасу тебя, Симка! Ты, Нолик, как-то на рыцаря не похож! И доспехов у тебя нет! Доспехи? Сейчас будут! Конструктор Это когда из одинаковых деталей можно собирать разные вещи! Соберешь, так выйдет дом! Так машинка! А так космический корабль! Бывают детали из металла! Их соединяют винтиками! Пластиковые детали друг к другу прищелкиваются! В некоторых конструкторах детали склеивают! А еще есть магнитные конструкторы! Приложил две детали, они раз и сами сцепились! Берегись, дракон! Спасите! Помогите! Ну где же вы, мой рыцарь? А где замок? Планету захватили роботы и разрушили замок! Ах! И похитили меня! А ты еще принцесса? Принцесса, конечно! Спасай же меня скорей! Ах! 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 Что это? Это же магнитный конструктор! А у тебя доспехи из железа! Вот ты и примагнитился! Хе-хе! Димыч! Так не честно! Ответи меня! Ах! Ах! Ладно! На помощь! Спасите! Помогите! Держись! Я видам! Только костюм свиньев! А это? Еще что? Злой волшебник заточил меня в магический шар! И теперь только храбрый рыцарь! Я уже был рыцарем! Вы сделайте им снова! Ладно! Но это последний раз! И ничего не думаете! Симка! Я сейчас! Не вздумай сбежать! Ну вот! Все бросили бедную принцессу! Ах! Симка! Моя сестра! Старшая! Поэтому любит меня поучать! Но я не обижаюсь! Потому что она очень умная и быстро соображает! И технику знает не лучше всех! С ней всегда интересно! В школе Симка, конечно, отличница! Но не изобрела! Ее любит весь наш класс! Только с миром они не влада! Из-за фаера! Ну, вы понимаете! Иногда Симка бывает слишком правильно! Это нельзя! Так нехорошо! Но если придумать интересное приключение, она тут как тут! Симка смелая и ловкая! Она всегда первая! И в огонь, и в воду! В общем, классная у меня сестра! Только вы ей об этом не говорите! А то зазнается еще! Не долго мне еще тут сидеть? Эй! Кто-нибудь! Помогите! Помогите! Кусачка! А ну! Брысь! Брысь! Брысь отсюда! Вас на минуту нельзя оставить! Вы целы! Фу! Похоже, да! Новик меня только что за правду спас! Как настоящий рыцарь! Скажешь тоже, рыцарь! Да-да! Ты достойным быть! И защищать всех-всех девочек от вредных кусачек! Клянусь! Ту-та-ту-ту-ту-туту-тут! Ту-ту-ту-тут! Доблестный Пиксец! Я посвящаю тебя в рыцаре! Ура! 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 Пысс! Карамель! Ну и синяк Дим, Димыч, ты что, с лестницы упал? Я с Васькой подрался Ух ты! Фу! А из-за чего? Поспорили, кто круче, гонщик или боксер Конечно, гонщик Вот, и я это говорил А Васька доказывал, что боксер Ну и доказал, не видишь? Кулаками ничего не докажешь Тоже мне профессия, боксер Да, вот у твоего папы классная профессия Журналист Ездит по разным странам Привозит всякие смешные вещи Его по телеку показывают Нет Что нет? Боксер круче Боксеры все боятся Не грусти, Дим Димыч Слежь конфет Я придумала! Дегустатор! Вот лучшая профессия А что он делает? Дегустирует? Ну то есть пробует всякую еду и питье А зачем? Ну, чтобы узнать, вкусная еда или нет И из чего она сделана Супер! Вот это профессия! Только быть дегустатором не все могут Я могу! Проверим! Ну-ка, открой рот и закрой глаза Попробую узнать, из чего начинка у этой карамельки Что? Клубничная Правильно! Молодец, Дим Димыч! А это? Апельсиновая Апельсиновая И неправильно, лимонная Да, Дим Димыч! Чтобы стать дегустатором, тебе еще надо потренироваться Я готов! Малиновая Угадал! Симка, а почему сама карамелька жесткая, а начинка внутри жидкая? Не отвлекайся от тренировки! Карамельки делают так Сначала варят густой и сладкий карамельный сироп, тянучку Из тянучки тянут трубочки, похожие на макароны Трубочки остывают и начинают твердеть В этот момент в них закачивают жидкое фруктовое повидло И режут на кусочки Главное делать все быстро, пока тянучка окончательно не затвердела Получаются карамельки Снаружи твердые, а внутри мягкие Вроде клубничная Но я уже не разбираю Ой! Что такое? Зуб! Мне показалось, или кто-то кричал? Ммм! Ммм! Понятно Ну что ж, пойдем посмотрим твой зуб Наверное, самая вкусная в мире профессия — дегустатор Дегустатор пробует разные сорта сыра или шоколада Сравнивает и определяет, какой сорт вкуснее Дегустирует все, даже вору Она ведь тоже разная А еще есть специалисты, которые не едят и не пьют А только нюхают разные запахи Ну, например, дезодоранты или духи Не каждый человек может стать дегустатором Ведь чтобы хорошо различать вкусы и запахи Нужно иметь тонкое чутье А еще нужно знать меру И не наедаться до отвала А то всякое чутье пропадет Поэтому дегустаторы пробуют все По маленькому кусочку И маленькому глоточку Повезло у Вадима Димыча, что у него мама зубной врач Да уж, сейчас она ему этот зуб быстро вылечит И вернется Дим Димыч уже без зуба Ну что, выдернула? Нет, просто дала лекарство пополоскать А зуб болит? Немножко Да, теперь я точно знаю, кто круче, чем боксер Кто? Зубной врач Зубных врачей даже боксеры боятся А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Большой-большой секрет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова